...с благодарностью приняли в дарах Дабкина Игнатьеву Тихоновичу книги «Новый землян» «Житие святых» — это симфония, это моя составная. Это тоже впервые в мире. Вот. Дальше смотрите. Это идет... Это центральная библиотека... Я же вас просил. Удалите, пожалуйста. Главная библиотека страны имени Ленина в Москве. Я не в том дело, что... Ну, так-то вы душу моё пройдёте. Да. Участие. Теперь церковь, которая рядом, две семёвки, вот они получили. Мы практически где-то 95 полных комплектов, каждый комплект 12 тысяч подарили. За два года на миллион 100 тысяч подарили. Бабушке понесёте там на вооружение или что-то... Не давали лиги работать, только вне ведомственной охраны, на крючке держали церковь. И несмотря на это, я ни в чём не имею в виду, ведь это центральная библиотека, что город Самара. Это Москва. Это Омская, огромная библиотека. Рекланы, бабушки. Нет, нет, нет. Это города, которые были. Об этом не думайте. Ну, вы понимаете, что у нас играет в Раминске, у вас Самара. Да, 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 да. Москва, это четыре. Это прошли на ней, и никакого задоринка нет. Там абсолютно позорно идёт машинка. Для нас это достаточно. Посмотрите, это какой город? Центральный Тобор. Вот реки сядут, и всё. У меня уже не заринял. Тюмень. 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 Да, 이유 сегодня блин. Тюмень. Тюмень. И смотрите что. Получили в дар от stations 38, изнанных книг, на сумму 116. Книги все новые. Новое завиазово-столкование. В학ственного православия которое у вас есть. Тюмень. Ну и нам зачем это делать. Мы верим в то, что человек может быть другой. если Господь коснется его сердца хорошо, вы все время ходили прийти к этому когда человек имеет большую цель эта цель возвеличивает не его только а всех, кто соприкасается рядом у нас цель одна, чтобы все спасли души свои, жили для Бога вот вы войдете, который я дал сайт на наш, и там вверху будет написано православный форум Игнатия Владимировна с сайта ткнете и сразу на форум 1300 тем 1300 разных тем а вот в деревнях церкви будут восстанавливать в деревнях церкви восстанавливать где? ну вообще, в деревне, в которых раньше когда-то были церкви вот мы в деревнях ее раздаем и направляем к местному епископу Максиму чтобы благословил, начиная строить просто я родом из деревни да, а какая деревня? Залесовский район, на границе с Кемеровской областью какая деревня? Борисово называется мы можем там быть, потому что мы по тому краю едем сейчас во все районные центры сейчас я завожу и сейчас захватываем Кузбасса туда как раз убираем подпись мы за Байкала пошли так вот то, что мы делаем и у кого этого нет такого, чтобы 38 книг было и вот мы приобрели еще машину только для этого делать и Бог нас, говорится, столкнуло это может ради этой встречи вот и лично с Вами все остальное канитель это было она может и не нужна была и потом когда следует я просто время выставь и я могу вас сказать я где-то я где-то можно посмотреть но куда-то еще раз я в голову не знаю что тут я где-то я буду нет что на Я не могу к вам подойти, мы так благодарны, мы даже на пасху ясен, покупали, красили, каждую камеру зло, он знает, что я каторжик, я выступаю по рации, кто-то мест на СИЗО, 3700 человек. Дверка, закрыли. 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 А вы ставали товару, знаете, что он в вашем доме? Ну, в смысле, мы с ним как-то даже вместе гуляли, извините. Она нас очень знакома, она нас очень знает. Ну, я больше не её знаю, я её мужа знаю. Ну, ректор, конечно. Вот он, когда у него собрание, профессорский состав, ждать в очереди. А я сяду рядом, и вдруг дверь откроет секретарь Мария Васильевна. И он меня увидит, он сразу стоит из-за стола, заводит, заходи. Вы знаете, кто это? Обнимет и поцелует. И поклонится, я перед этим человеком преклоняюсь. У нас были отношения до того задушевления, а Сёмкина, знаете же. Он у меня с ним по раз был. Это, я считаю, один из самых умных людей на Алтае. Борис Васильевич. Видите, сколько общего нашлось? Ну, Савалей, я просто отца его знаю, мать-то не знаю. А вы Тамару знаете? Нет, наоборот. А, вы Евгений знали? Да. А жена-то его главный редактор газеты вашей, Алтайский политехник. Ну, да, наверное. Тамара. А я вот, получается, отец... Так, ещё раз, Юрий, спрошу вас, хуже не будет, что-то? Да, лучше будет. Вы понимаете, я слишком многое в жизни испытал, когда вот это делаю. А я делаю дело Божие, мне нужно перед ними. Что не моя вина, если это будет, что-то не так. Мы для Бога это делаем. И если нам сделают хуже, многие люди будут огорчены, мы не приехали, не сумели, не довезли. Мы везём бесценные сокровища. Я знаю, что это лекарство дороже всех аптек. Люди падшие совершенно в среду. Если не дойдёт эти лекарства до людей. Если не дойдёт эти лекарства до людей. Ну, знаете, за всех нельзя учесть. Но есть такая поговорка. Если мы сеяли, 50 процентов. Взойдёт, не взойдёт. А если не сеяли, один бурган будет. Ну, да. Мы сеем и сеем. И сеем мы во имя Христа. Патриарх Христиi II сказал, говорит, отучили молиться, отучили трудиться. И поэтому такое состояние. Мы проехали до Байкала. Везде эти чернявые, красивые ребята. А русские где? И везде они и штукатурят, и дороги делают. В Китае? В Китае. В Узбеке. В Узбеке? Везде, везде. Андрей Кураев. Это очень известный такой диакон на всю Россию. Он говорит, если мы не обратим внимание на молодёжь, через 50 московских алипатов. Ну да. Это понятно. У русских сегодня рождение 1,8-ых ребёнка. У мусульман 8,1-ых. Что тут, говорит, уже задавлено всё. И при том, русским прописать всё невозможно, которые оттуда приезжают мигранты. А этим всё дают. Официально уже больше 15 миллионов китайцев не достойно. А Путин говорил, что более 8,5 миллионов уже оттуда. И когда этот Петра Мамона то спрашивает, ну как дальше? Он говорит, я сыну говорю, очень китайский, у них вышки будешь работать. Он умница такой. Это после фильма «Остров» показывает. Мы едем и сейчас в городе не доезжаем. Мы в таком месте. Сохраним машину. С вами готовим. Вы куда-то путешествовать ездите? Очень редко. Мы имеем небольшое изобретение, хотят как пищу готовить. Знаете, на рогунке и ставят где-то. Это очень неэкономно. У нас такая решётка есть. Ну, у половинки сзади. Ну, примерно вот такой ширины. Ну, и длины примерно вот такая вот. А чтобы она не провалилась, поди арматуру в палец толщины, две арматуры. Копаем траншейку глубиной 35 на 35 почти метр. И совсем немножко, только я пищник, 40 метров работал. Как пищка. Она горит и горит только 1 метр. Немножко свешток. И всё. У нас на кладби брошей. На кладби брошей. На кладби брошей. И это не на кладби брошей. На кладби брошей, не было бы в интернете. Ну, на скольку надо, у нас там, 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 не было бы в интернете. Все пипит. Это может ампорт, чтобы она просто в земле поднимается в планы. Но она пишет планы, сами поднимаются. И все остальные на кладби брошей. У нас все с собой. Это только что вернулись и сейчас шахруют. И это мы делаем в военных местах для будущего. Это еще это для России. В другой жизни это не было, потому что, короче, ухаживайся один раз, но не стану это не было. Чего не стану? Что-то не будет, что-то не стану. Чем-то не стану. Ему привожу, я привожу, я привожу, что не возлюблю. Ну, я думаю, что в городе не возлюблю, я начинаю в городе. Хорошо? Ну что, замкнули, заманула, покрытие, крылья, реклама. Да, а мы не закрывали, корылья? Может, скажи сзади, чтобы проверить? Алексей! Лёх! Да! Это хорошо закрылась. Здесь закрыто на замок, что ли? Здесь на замок закрыто? Здесь на замок. Открой. А где крик? Так, ну, сейчас открою. Сейчас. Ладно, сейчас открою. Она просто не открывается. Да, она просто не открывается. Просто сюда пыль набивается. Видите, грязь какая течет? Пыль набивается. Ну, да, он сам. Она не... Ну, просто надо было смазать. Видите, я встал. Пойдет. Ну, ладно, спасибо. За счет 10? 10. Нормально? Лёха, я у вас трубочку нашел. Да я уже все сделал. Как новое. Спасибо, Христос. Здорово. Я в начале разослал, чтобы книги вышли. Они все отрядили. Финансированные нет. Поэтому приобрести не могут. Тогда принято решение было. Дарить. Другого просто нет. Выходить. Так, все. Володя, заходи сюда. Сейчас, сейчас. Сейчас, подожди. Возьмите.